Итак, это лекция о взаимоотношениях между учеником и учителем. Эта тема стала плодородной почвой многих скандалов, но она же даёт основу поразительного роста. Роль учителя во взаимоотношениях с учеником во многом зависит от того, чему ученик хочет научиться. Если ученик хочет научиться лучше жить, избегать страданий, делать то, что в общем полезно и будет приносить хорошие плоды в его или её жизни, то в этом случае учитель и вовсе не нужен. Нужна книга. Конечно, хорошо, если вы встретитесь с учителем, который мог бы вам показывать всё в практическом свете, но если вашей главной целью является избегать собственных проблем и вести себя более полезным образом в мире, то всё это можно делать, руководствуясь книгой. Если вы хотите развивать внутренний мир, то и здесь, вероятно, во многом можно обойтись без непосредственного учителя, который бы вас поддерживал и показывал вам различные грани вашего потенциала. Можно посещать лекции, читать книги, пробуждать в себе хорошие чувства и так далее. И если бы буддизм прямо сейчас исчез, а через 500 лет снова обнаружили бы буддийские поучения и наставления, то возможно было бы оживить два уровня буддизма, которые называются Тхеравада и Махаяна, поскольку одних книг для этого достаточно. В Тхераваде вы читаете, что говорит Будда, и если решаете, что это соответствует вашему опыту, избегаете того, что он советует избегать, насколько это у вас получается. То есть по учениям Тхеравады, южные ветли буддизма о причине и следствии, и о том, как делать, говорить и думать полезные вещи и избегать вредного, в большей степени можно следовать без учителя. И как я уже говорил, если бы по учению Будды прямо сейчас исчезли и были найдены через 500 лет, мы могли бы восстановить этот уровень учения на основе опыта зрелых людей и того, что говорит Будда. Что касается по учениям уровня Махаяны о сочувствии и мудрости и о внутренней жизни, то и здесь во многом можно руководствоваться такими неживыми источниками, как книги. Конечно, можно развиваться намного быстрее, если иметь реального учителя, пример, с которым есть контакт, и который показывает, как быть сочувственным и в то же время практичным, и как уравновешивать сочувствие и мудрость, не становиться с одной стороны сентиментальными, а с другой стороны бюрократами и так далее. Но если человек достаточно сообразителен и самостоятелен, то он мог бы, наверное, восстановить уровень Махаяны на основе одной или нескольких найденных книг. Но если речь идёт о высшем уровне, уровне непосредственного опыта, где передаётся живой поток этого опыта от учителя к ученику, то здесь невозможно обойтись без учителя, и такие получения невозможно было бы восстановить впоследствии. Начиная с самого Будды, живая цепь существ хранила этот опыт и передавала его дальше, до наших дней. Поэтому в буддизме бажраяны, алмазного пути, будь то школой чань или дзен, или три старые школы тибетского буддизма, учитель столь важен, не потому, что он толстый или худой, и не потому, что она симпатична или не так уж симпатична, если это женщина, но по той простой причине, что хранит живой поток опыта. Во взаимоотношениях учителя и ученика есть много силы, энергии, много всего происходит, и способность отождествления с учителем может дать очень быстрое развитие. Конечно, не следует становиться фотокопией учителя, дело вовсе не в этом. Благодаря своему доверию к учителю мы можем войти в зеркальный кабинет бесстрашия, созданный им посредством своей убежденности в совершенной природе ума, и рассматривать свое лицо с разных сторон, пока, наконец, не узнаем его. Итак, в этой ситуации есть шанс делать очень большие скачки вперед. Но история показывает, что были и падения. Я не буду говорить о христианах, которые в основном совершают самоубийство, так, например, в Техасе, где это сделали около 80 человек. Или в Храме Солнца в Швейцарии, где также покончили с собой несколько десятков. Я буду говорить только о буддизме. Прежде всего, нужно навести порядок в собственном доме. Очень важно, чтобы учитель был прямым. В подобных взаимоотношениях что-то требуется и от ученика, и от учителя. И учитель должен знать, чем он занимается, и иметь сочувствие, действительное желание приносить пользу другим, и учитель должен знать, чем он занимается, и иметь сочувствие, действительное желание приносить пользу другим. Учителя, конечно, бывают разные. Есть монахи и монахини, которые показывают преимущественно, чего лучше избегать в мире, как обретать покой и избегать жизни. Миряне показывают, как наполнять жизнь смыслом, силой, направлять общество в хорошее русло, делать осмысленной семейную жизнь. И, наконец, йоги, главная задача которых во всех ситуациях придерживаются высшего взгляда на вещи. Если у монаха или у монахи не появляется семья, то у них что-то не получилось. Если дети мирянина попрошайничают по всему городу, жены нет дома, и везде одни проблемы, то что-то не так получилось у него. А если йогин выглядит так, будто провел три недели под дождем, он не в силах улыбаться, не видит вокруг ничего интересного, стоит на коленях и просит его пожалеть, то, конечно, и у него что-то не получилось. Итак, с одной стороны, учитель должен поддерживать свой уровень. Например, я йогин, и если вы когда-нибудь увидите меня в подавленном настроении, опустившемся, слабом, в затруднении, вы можете дать мне пинок под зад, поскольку я не буду соответствовать уровню моей практики. Но такого не случится. С другой стороны, ученик тоже должен чего-то придерживаться. Я обычно не применяю слишком традиционное объяснение, но есть одно такое смешное, о котором мы с Ханной узнали еще в 70-м году, когда начали свое обучение в восточных Ямалаях. Почему бы не позволить себе немного вдаться в культурные аспекты? Я не сомневаюсь, вы это перенесете. Во-первых, ученику не следует быть подобным перевернутой чашей. Это когда учитель что-то говорит, а ум ученика попросту отсутствует. То есть все стекает по его стенкам. Не следует быть также подобным дырявой чашей. И еще ученик не должен быть как чаша с ядом. Это когда вы осваиваете что-то и, например, думаете, вот я получил очень хорошую мантру защитника, сегодня я, наконец, расправлюсь с соседом. И так далее. Итак, первое — это вообще не слушать. Второй пример — чаша с дыркой, из которой все вытекает. И третье — смешивать хорошее обучение с плохой мотивацией, которая сравнивается здесь с ядом. нет сомнений в том, что быстрее всего мы учимся, погружаясь во что-то. Нет более быстрого развития, чем открыться существу, обладающему определенным опытом. Если мы сможем создать такой контакт и учиться смотреть его глазами и слушать его ушами какое-то время, то у нас разовьются собственные глаза и уши и все остальное, что нам нужно. Но в течение этого времени у нас будет внеличностный взгляд, который преодолевает все ограничения, и мы везде сможем передавать это другим. Я сижу здесь, рядом с двумя воплощениями того, кто, наверное, величайший гуру тибетского буддизма. Даже первый Далай-лама был учеником ученика его четвертого воплощения. Это Кармапа. Это один из них. Восьмой Кармапа по имени Микьё Дорджи. Мы упоминаем его поучение в видеофильме о медитации. А здесь его шестнадцатая форма, в которой он пришел на Запад, как наверняка величайший йогин, бывавший там когда-либо. Мы с моей милой женой Ханной стали его первыми западными учениками, и у нас была возможность наблюдать за этим человеком, за тем, что он может. Мы видели, как он никогда не гордился, как он всегда стремился способствовать самовыражению других, как его ум всегда был непринужденным, свободным и усилий, свежим и радостным. Я говорю здесь о поистине поразительных способностях, выходящих за рамки того, с чем мы обычно встречаемся. Иногда мы знаем, кто нам звонит, еще не подняв трубки, не услышав голоса. Иногда мы о ком-то думаем и получаем от него письмо, но он мог просто сесть, откинуться в своем кресле на мгновение и затем сказать, эти люди сейчас выезжают из дома, они приедут в такое-то время, и им нужно будет поговорить с тем-то и с тем-то. И он делал подобное просто все время. Он назвал дату своей смерти за полтора года до нее, и был так уверен, что предложил нам привезти с собой друзей. Мы приехали в Рунтек в первый день 11-го месяца по западному календарю в 1981 году. А он умер на пятый день. Сначала он ошеломил докторов в больнице. Умирая, он полностью все сознавал и оставался теплым после смерти. Когда его доставили самолетом в Сики, где мы его ждали, тело было все еще теплым. Когда мы прощались с ним, спустя пять дней после его смерти, оно было теплым и упругим. После этого он оставался в позе медитации в окружении масляных ламп в теплом помещении, где сжал свое тело до вот такого размера. Никакого бальзамирования не проводилось. Когда его сжигали, его сердце выкатилось из печи к его ученикам. Мы все там стояли. И это пример учителя. Мой собственный великий пример. Пример того, как всегда можно питать других энергий, помогать им обнаруживать свою силу, чтобы они растворяли свои ограничения, избавлялись от блоков и действительно выявляли различные качества, таящиеся в них. Таким образом, правильный взаимообмен между учителем и учеником — это чудесно. Но в современном мире есть люди, готовые быть поистине критичными и понимать, что спустя некоторое время, через 10-15 лет, они впитают в себя основные качества своих учителей. Им, наверное, следует внимательнее присматриваться к своим учителям и спрашивать себя, честен ли он, купил бы я у него подержанную машину, доверяя ли я им, не расходятся ли у него слова с делами. Сегодня на Западе можно было бы, наверное, за несколько месяцев, если держаться поблизости от учителя, составить себе достаточно ясное впечатление о его поведении и решить, хотели бы мы потом нести в мир этот пример и это поведение. То есть, не слишком ли он слащавый, мягкотелый, неясный, не смешивает ли он разные учения. Вы можете изучать учителя, чтобы увидеть, что есть что. И затем, через несколько месяцев, вероятно, можно будет начать с ним рабочие взаимоотношения, поскольку сегодня мы критичнее и мир намного прозрачнее, чем раньше. Но в Старом Тибете было иначе. Там говорилось однозначно. Сначала ученик проверяет учителя в течение трех лет, а затем учитель ученика. И только тогда, если все в порядке, они идут дальше в течение. вместе. Конечно, в наше время мы этого делать не можем. За шесть лет все успеют поменять и место жительства, и то, чем занимаются. Но нам нужно постараться наладить такую связь и убедиться в том, что мы действительно этого хотим. Мы должны стараться смотреть на человека так, как мы смотрели бы в глаза боксера во время десятого раунда и выясняли, держится ли он, остается ли еще он убедительным, есть ли у него еще силы, или он уже сдался. Нужно вглядываться в человека и выяснять, соответствует ли он тому, как себя преподносит, можно ли ему доверять. В этом случае все будет в порядке с учеником, и если учитель замечает ученика и решает для себя, что может с ним работать, то все сошлось. Для учителя важно никогда не думать, что он единственный. Например, у меня свой стиль. Большинство моих учеников, наверное, воровало со мной лошадей в Восточном Тибете в своих прошлых жизнях, и от нас исходят свои особенные вибрации. У нас все время что-то происходит, всегда очень весело, есть какое-то движение и так далее. И если кто-то чувствует себя стесненным в этой атмосфере, чувствует себя не в своей тарелке, то мое дело сказать, послушай, вот там есть очень хороший учитель дзен-букизма, он очень спокойный, и тебя там ничто не будет тревожить. Или в другом случае, тебе лучше пойти вот к тому очень хорошему учителю Тхировады. Он подскажет тебе, чего не следует делать. Важной задачей ламы является не только удерживать учеников, чем больше, тем лучше, но и посылать людей к другим учителям, которых он сам считает достойными. Я думаю, что наши центры очень хорошо выполняют эту работу, и я этому рад. Одно из преимуществ буддизма в том, что никто не претендует на то, чтобы быть единственным знатоком истины. У вас есть истина, которая подходит вам и вам подобным, а у других есть истина, которая подходит им. И это делает все очень легким. Лама, что лучше, один учитель или несколько? Легче всего, когда учитель один, и он знает о ходе и направлении вашего развития, и он или она могут посылать вас в случае необходимости к другим учителям. Нам нужно различать два вида учителей, особенно в тибетском буддизме и особенно в такой линии передачи, как наша, карма-кагью, являющаяся линией самых известных йогов Тибета. Есть лама-линии, и это всегда кармапа в разных своих воплощениях. Они заботятся о преемственности поучениям от Будды и до наших дней. Здесь он в своем 16-м воплощении, здесь в 8-м. Далее есть так называемые коренные ламы. Это те, кто дают вам постижение, корень для постижения. Вы можете обращаться к разным учителям. Один может дать вам нюндра, другой привежище, но действительно важный коренной лама тот, кому вы имеете доверие, кто позволил вам понять что-то, что смотрит через ваши глаза и слушает через ваши уши в данный момент. Это ясный свет. Это учитель Махамудры, центральный учитель. И если у вас получается относиться к этому учителю, который подарил вам такое бесстрашие, такую уверенность и убежденность, как к главному, то этот учитель может иногда посылать вас к другим за разными поучениями. И тогда вы действительно будете извлекать лучшее из обоих миров. Я бы не советовал заниматься духовным потребительством и ходить ко всевозможным учителям из всевозможных линий. У вас будет голова величиной с арбуз, а сердце как орех. У вас будет тысяча идей, но никакого опыта. Несмотря на то, что все линии хороши, у них разные пути передачи, и они используют разные слова для похожих вещей, и похожие слова для разных вещей. В конце вы будете сидеть со множеством идей и умопостроений, и не будете знать, где верх, а где низ. Я бы сказал так, наслаждайтесь благом различных поучений, но если вы решили присоединиться к одной из школ алмазного пути, такой как три старые школы тибетского буддизма, то занимайтесь своим. Радуйтесь всему хорошему, что делают остальные, и следуйте тому, что советуют вам делать, в особенности ваш учитель. В нашем случае это почти всегда означает нёндра, основополагающие практики. Скажите, лама, к чему учитель хочет привести своих учеников? У разных учителей немного разные цели. Это немного похоже на попытку поднять блин за самое высокое его место или заделывание ям в земле. Некоторые учителя хотят, чтобы у их учеников развилось сочувствие, считая его очень важным и полагая, что сочувствие может тянуть за собой все остальные аспекты развития. Другие думают, что очень важна мудрость. Третьи считают важной упорную работу, отключение или монашество. Я должен признать, что сам я в современном мире поведав многое в жизни, стремлюсь делать людей бесстрашными и радостными. Если ты бесстрашен, если ты покоишься в собственной середине, и если ты радостен, то ты будешь и сочувственным, и мудрым, и будешь обладать всевозможными достоинствами. И так все стараются делать своих учеников самостоятельными, взрослыми и развитыми. но я думаю, что то, что мы делаем в центрах, которыми я руковожу, очень близко к живому нерву современного общества и непосредственно затрагивает умы людей. Что может сегодня делать учитель Ваджраяны? Не очень много. Мир поистине изменился. Если почитать старые тексты о том, как Тилопа издевался над Наробой, проводя его через 12 крупных и 24 средней сложности катастроф, или о том, как Марпа заставил Миларепу застроить половину Южного Тибета, так что он стал напоминать Гонконг и затем все это снова снести, то станет понятно, что сегодня это делать невозможно. Тут же попадешь на крючок дешевой прессы и так далее, и тебе конец. Получишь большое гриму секта и окажешься неудел. И это даже хорошо. И я даже рад, что в современном мире это так. Сам я не люблю ничего клейкого. Датчанам не нравится все слишком личное, клейкое, близкое. Мы предпочитаем иметь пространство. И лучшее, что учитель может делать сегодня, это подавать неотразимый пример, тем самым действительно пробуждая в людях интерес и давать советы. Можно сказать, послушай, я бы сделал так. И если даже человек ответит, что поступит по-другому, то не стоит принимать это близко к сердцу, сказав, ну что ж, я соберу кусочки после того, как ты посыпешь так, и после этого мы попробуем что-нибудь новое, если я смогу тебе помочь таким образом. Вот как учитель должен работать. Учитель сегодня не может быть властным. Всегда делаются такие попытки. Некоторые гуру, ламы, пытаются здесь и там одеть своих учеников военную форму, как в случае организации РИКПа, когда немцы взбунтовались и сказали, только они с нами, им хватило военной формы в прошлом. Трумпа в своей Дхармадхату попытался превратить всех в пингвинов, надев им галстуки и так далее. Но мы не сделаем этой ошибки. Ни в коем случае. Лама Оля, вы современный учитель, у вас много учеников во всем мире, вы много путешествуете. Как вам удается поддерживать связь с ними? Поверите вы мне или нет, но лучший способ быть вместе с учителем это посещать ваш местный центр, поскольку учитель вложил в него свою энергию. Вы никогда не находитесь ближе к учителю, меньше отвлекаясь на личное и действительно не отделяясь от потока энергии и поля благословения, чем когда медитируете в вашем местном центре или где-нибудь еще, где вы собираетесь. Надлежащим образом занимаясь там медитацией вы ближе к нему, чем когда сидите у него на коленях и глядите ему в лицо. Это поистине верно. Учитель не личность. Учитель это состояние ума. Учитель это энергополе. Он приезжает куда-то, вкладывает свою силу и даже если он приезжает ненадолго, раз в год или даже в два года, энергополе присутствует. И пока вы сохраняете связи, пока вы помните хорошее и стараетесь работать над собой, я уверяю вас, вы будете получать больше пользы медитируя, чем глядя на то, как учитель сидит и что-то говорит. Это точно. Уверяю вас. Лама Оли, что делать, если замечаешь, что учитель ошибается? Мы должны смотреть, на каком уровне это происходит. Я не ожидаю от тибетца, что он приедет сюда и будет знаком с нашим прозрачным современным обществом. Я не ожидаю, что он будет знать, как пользоваться ножом и вилкой, так что моя мама не начнет вращать глазами. То есть, мы можем принимать всевозможные культурные расхождения, но не следует мириться с тем, если у кого-то слова расходятся с делами, и особенно для меня неприемлемо плохое обращение с нашими женщинами. Если кто-либо выходит из культуры, в которой не уважают женщин, или не уважают некоторых, но не уважают простых женщин, и он начинает унижать наших женщин и плохо с ними обращаться, то для меня это поистине было бы свидетельством человеческой слабости, где-то глубоко внутри, и основанием для того, чтобы распрощаться с учителем. Как насчет полученных от него поучений? Что касается поучений, то я всегда бы оставался благодарен. Я бы думал тогда, что учение от Будды. И нам не нужно слишком зацикливаться на учителе, поскольку любой учитель стареет, болеет и умирает. Нам нужно стараться сосредотачиваться на учении. Тело и все остальное это не важно. Важны поучения, которые передаются, и эти поучения, если они используются правильно, на основе правильного принципа, могут приносить пользу и рост людям. Итак, если вы будете помнить о том, что я здесь говорил, вы наладите очень хорошие взаимоотношения. Есть хорошие ламы, хорошие буддийские учителя в разных местах. Вам нужно просто поискать. А многие наиболее знаменитые, быстрее всех, гнавшиеся за славой, возможно, не самые лучшие. Это была небольшая лекция об учителях и учениках. Я сам стараюсь быть хорошим учителем, но, вероятно, делаю много ошибок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!